Также у меня тут есть каша, пшеничная, кошачья, собачья каша, сосиска есть отварная и салатик нарежу. И всё, и буду довольна и счастлива, как вчера. Вчера у меня тоже такой завтрак был. Ну что, греется моя кашка с сосиской. Надо, наверное, крышечкой накрыть. Сосиска уже отварная. Я Эдик утром варил, себе и мне закинула дну. Поэтому я её почистила и сейчас ещё разочек прогрею. Я люблю горяченькую, сочненькую, горяченькую. Крышки на эту сковородку нет, поэтому... Ось так. Завтрак готов к потреблению. Всем приятного аппетита! Кашку усилила сливочным маслом. Ну, чтобы вкуснее было. Всё-таки эту кашку лучше есть со сливочным маслом. Как-никак. Сарделька чудесно нагрелась. Салатик, как всегда, а-ля греческий. С оливочками и творожком. Ой, оливочка. Хлебушек. И водичка. Газировка. Для улучшения пищеварения. Или чтоб не подавиться. В общем, я не знаю зачем. Но компотика сегодня нет. Вчера компотик поленилась сварить вечером. Буду сегодня варить компотик новый. Всем приятного аппетита ещё раз! Сарделька. Горяченькая. По-моему, я каши себе сегодня не оптимально положила. Можно было и меньше. Ой, горячая. Салатик. Ночь сегодня прошла спокойно, без скалопендр. Эдик мне включил гирлянду на стене. А я всю ночь спала с гирляндой. Ну как, всю ночь. Я всё равно уснула после двух часов. Уже какая-то бессонница ночная. То с Наташкой переписывалась, то в чатиках сидела, следила за обстановкой военной. Думала, утром не встану. Кто так ничего, вроде бодренькая пока что. Но это всё пока что. У меня там ещё пять дел написано. Сейчас надо вспомнить, что ж я хотела сегодня сделать. Вот, писала же, вчера писала. Надо сегодня постирать, сделать икру из кабачков. Ну как икру, там кубиками порезать, накидать туда овощи, всё это пожарить, потушить. И будет типа икра. Подмести зал надо, сварить компот и повышевать. Это самое любимое, повышевать. Ну, чтобы повышевать, надо хоть что-то сделать из этих дел. Ну, хотя бы что-то. Водичка вкусная. Вчера привезли роганскую. Это под Харьково. Из-под Харькова привезли. И они иногда привозят слегка газированную. Я такую не люблю. Наверное, чтобы дольше хранилось. Всем приятного аппетита! А я продолжу свой завтрак. Добыча сегодняшнего дня. Эдик купил вот и бы хлеб. Картошку. Здесь раз, два, три, четыре, пять штук. Картошки. Хорошая картошка. Эдик подкупил немножко. Пополнил запасы. Творог купил. Ого, до пятого августа можно его есть. А выпущен шестнадцатого. Уже как бы девять дней ему. Ого. Сахар купил по моей просьбе. Потому что я варенье варила из шелковицы. Использовала почти килограмм сахара. Три банана. Помидорки. Я уже один съела. Кстати, сыр я тоже уже открыла. И делала салат на завтрак. С творожком. Аллергический. Вот так Эдик сегодня выручил АТБ. Ну и себя, конечно, выручил тоже. Так что-то у меня зуб болит с левой стороны. Мне это не нравится. Что-то странное. Вот блин. Так, что у нас тут по чеку? По чеку у нас сто шестьдесят четыре гривны. Доллар сегодня стоит в районе тридцати девяти гривен. Хлеб четырнадцать девяносто. Сыр кисломолочный сорок семь восемьдесят. Картошка по тринадцать девяносто пять. Помидоры по пятьдесят два на сорок две гривны. И банан. Банан по тридцать восемь девяносто пять. Почти по сорок гривен. На семнадцать сорок пять. Нормально. И сахар двадцать девять девяносто. Почти тридцать гривен килограмм. У вас почем сахар? Чтоб сориентироваться интересно. Белая валюта.